В посольстве собрались более ста студентов из московских вузов. На встрече шла речь о решении тех проблем, с которыми сталкиваются наши соотечественники на чужбине. Болот Татунбаев поддержал стремление кыргызских студентов получить качественное образование, которое дают в престижных московских вузах. Он призвал молодежь применить свои знания на родине. Наша прямая обязанность – защита прав наших граждан. На встречу с дипломатом пришли преподаватели и студенты московских вузов. Денис Добровский учится на четвертом курсе Московского государственного лингвистического университета. Он второй год изучает кыргызский язык. Денис уверен, знание одного из основных языков тюркской группы пригодится ему в будущем. Моя специальность – зарубежное регионоведение. И одной из основных причин моего выбора, почему я учу кыргызский язык, стало бурное развитие взаимоотношений между Россией и Кыргызией, между странами внутри ЕАЭС. И поэтому это натолкнуло меня на изучение кыргызского языка. Кыргызский язык имеет статус первого иностранного языка и второго иностранного языка. Студенты сами выбирают. Специальности разные – это регионоведы, журналисты, культурологи, историки. Интерес в чем? Я думаю, что в настоящее время политические, экономические, гуманитарные отношения между двух стран России и Кыргызстаном с каждым днем растет. В этот день студенты получили ответы на все волнующие их вопросы. Условия в университете очень хорошие. Предоставляют общежития, стипендии предоставляют. И учеба, конечно, сложная, но отучиться можно, если стараться. Учеба в плане образования вообще в Москве намного выше. Значит, преград на дороге студентов из Кыргызстана на самом деле нет. Наше правительство создало все условия для наших граждан таковыми, чтобы наших граждан принимали, так сказать, с объятиями. Поэтому никаких проблем ни с миграционными карточками, ни с заполнением каких-либо документов не существует. Сотрудники посольства проинформировали кыргызских студентов о миграционном законодательстве и правилах пребывания иностранных граждан на территории России. А в случае возникновения проблем пообещали оказать консультационную и юридическую помощь нашим соотечественникам. Нургуль Саматова, Оскар Улан-Улу, Общественный Первый канал.